Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги, мне очень приятно встретиться с вами вновь через год на форуме «Белые ночи». И это значит, что кардио-онкология набирает обороты и развивается. Я сегодня неоднократно звучала, что кардио-онкология – это интегральная специальность. И я позволила себе изобразить такой цветик-семицветик, в центре которого находится лабораторная диагностика. Но прошу не считать меня нескромной, поскольку она находится в центре сейчас лишь потому, что речь пойдет о биомаркерах. А если мы все-таки все специальности, которые решают проблемы кардио-онкологии, соберем в единый цветок, то мне представляется, что это будет цветущий роскошный пион в замечательную пару «Белых ночей» в июне. Итак, в фокусе кардио-онкологии находится, конечно же, кардиотоксичность. И согласно европейским рекомендациям по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и согласно меморандуму по лечению онкологических заболеваний и сердечно-сосудистой токсичности, биомаркерам все-таки уделяется немалая роль. И мне хотелось бы озвучить такой тезис – тот хорошо лечит, кто хорошо диагностирует. И поэтому биомаркеры, как бы к ним ни относились, а относятся к ним на самом деле по-разному, все-таки определенные задачи они бесспорно решают. И позвольте не зачитывать те функции, которые они позволяют решать как в моно-варианте, так и в мультипараметровой панели. Позвольте мне повториться, но я должна сказать, что протеомика плазмы крови на сегодняшний день дает нам огромнейшее море белков, которые уже превышают полумиллиона. Но вместе с этим только лишь 1% – это потенциальные биомаркеры. То же самое касается и кардиомаркеров. И я позволила себе повторить ту лестницу эволюционную в плане развития кардиомаркеров. И посмотрите, история уходит в 1936 год, но сегодня мы можем уже обсуждать такие белки, как СТ-2, капептин, коллектин. Но эту лестницу венчает многоточие, которое на самом деле говорит о том, что появятся обязательно еще новые белки, которые могут претендовать на значение биомаркера. Но вместе с этим, конечно же, путь прохождения от открытия белка до его непосредственного применения сводится порядка 10-15 лет. Итак, значит, эти биомаркеры, они как звездочки зажигаются на небе и также гаснут. И согласно меморандуму, сердечные биомаркеры занимают третью позицию. И золотым стандартом на сегодняшний день остаются натриуретические пептиды и тропонины высокочувствительные. Однако в фокусе нашего скромного исследования находится белок СТ-2. На самом деле за последние 15 лет ему посвящено очень много работ. И они на самом деле ежегодно обновляются. И последние датируются даже 2019 годом. То есть проблема интересна, актуальна и требует исследования. Что же такое забелок СТ-2? Он представляет собой стимулирующий фактор роста, экспрессирующийся геном 2. И является членом семейства рецепторов интерлекина-1. В сердце он выполняет и играет биологическую роль во врожденном иммунном процессе. Также он задействован в сердечном сигнальном пути и имеет две изоформы. И в этом смысле есть у него большое преимущество. Почему? С точки зрения диагностики. Потому что одна изоформа – это мембранная СТ-2, L и растворимый СТ-2. Они между собой конкурируют за свой элегант, который представляет собой интерлекин-33. И в случае развития патологии, когда преобладает образование изоформы растворимой СТ-2, то комплексы, которые с ним образуются, элегант не доходит, или точнее мембранный рецептор не находит свой элегант и не образует комплекс с мембранным рецептором. И в этом смысле нарушается кардиопротективный эффект, который представляет собой физиологический процесс. И в том случае, когда образуются комплексы между растворимым СТ-2 и элегантом, в общем-то, проистекают патологические процессы в кардиомиоцитах. Каковы же преимущества? И на самом деле уникальные. Они сформулированы на этом слайде достаточно лаконично. Более того, они венчают те исследования мировые, которые были осуществлены в содружестве не только с зарубежными исследователями, но и с российскими. И в этой работе принимали участие, конечно же, не только кардиологи, но и биохимики и так далее. И в том числе и российские центры, такие как Центр Алмазова, как кардиоцентр имени Мясникова. Каковы же преимущества? СТ-2 повышается за несколько лет до возникновения сердечных событий. На первый взгляд, что может быть утопичнее данного вывода? Не зависит от функции почек, индекса массы тела, возраста, пола и так далее. Является маркером отторжения трансплантата при пересадке сердца. Позволяет предотвратить риски или снизить риски повторной госпитализации в течение 30 дней и снизить риски внезапной смерти примерно за месяц. И нужно сказать, что на сегодняшний день СТ-2 входит в гайдлайны Американского общества кардиологов с 2013 года. Входит также в гайдлайны и Вьетнама, и Тайваня с 2015 года. И нужно сказать, что по итогам многочисленных исследований у СТ-2 есть еще и преобладание над наатриуретическими пептидами. Позвольте представить наши скромные исследования, которые были посвящены тому, какому же кардиомаркеру в оценке кардиотоксичности отдать предпочтение. На самом деле исследование пилотное, поисковое. И за небольшой период времени в него вошли 125 пациентов. Здесь дана краткая характеристика, и вы поймете, что это количество больных или эта выборка больных совсем неоднородна. И выглядит следующим образом. Во главе стоял главный фактор – это химиотерапия, эннеоадъювантная, химиолучевая терапия. Пациенты, которые получали химиотерапию, это 25 пациентов с лимфопролиферативными заболеваниями 18 человек и с солидными опухолями 7 человек. Как видно, какие-то статистические выводы сделать здесь очень трудно, потому что выборка пациентов очень маленькая. Неоднозначные схемы химиотерапии, которые использовались у больных с лимфопролиферативными заболеваниями, они разнородны, то есть неоднозначны. И, естественно, в общем-то, манифестируют о подходе персонализованном в лечении гематологических больных. Что касается больных с солидными опухолями, которых всего лишь 7 человек, несколько пациентов проходили монохимиотерапию, доцитокселом и полихимиотерапией, которая также представлена в разные сочетания химиопрепаратов, представлена на слайде. Что касается больных с колоректальным раком, которые представляют достаточно большую группу 100 пациентов, это, в общем-то, итоги этого исследования нас очень приятно заинтриговали, если можно так сказать. Первая группа – это больные без сердечно-сосудистой патологии, среди которых были те, кто не получал химио-лучевую терапию на элодевантном режиме, и те, которые получали. И вторая группа – это уже с выявленными сердечно-сосудистыми нарушениями, которые также не получали, и получали химио-лучевую терапию. Какие методы были использованы для исследования? Тропонин высокочувствительный и натрий-НТ-проби-НП мы определяли на анализаторе ПАТФАС, который считается одним из высокоинструментальных методик, которые позволяют более точно определять эти метаболиты. И СТ-2 мы определяли при помощи тестонабора американского производства, который на самом деле не предназначен для медицинских целей, только для научно-исследовательских. И позвольте мне вам показать несколько клинических примеров из той когорты больных, в которую вошли больные лимфопролиферативными заболеваниями. Больная 34-х лет, позвольте диагноз не зачитывать, он, так сказать, представлен на слайде, значит, Б-клеточная лимфома, больной было проведено два курса полихимиотерапии, вот перед третьим курсом мы посмотрели этот тест. То есть на самом деле выбор пациентов был очень такой хаотичный, то есть мы шли по факту, то, что нам было сегодня доступно и сейчас. И что же мы увидели, что ей, кстати, была сделана эхокардиография, которая не выявила каких-либо нарушений, и функция выброса левого желудка составила 59%, ЭКГ-патологии не выявила. Но что же мы увидели по маркерам? Высокочувствительный тропонин совершенно был адекватен. НТ-проби-НП также укладывался в референсные значения, однако СТ-2 превышал ту точку котов, которые ориентируют нас на наличие и развитие неблагополучных событий в сердце, извините, в сердечно-сосудистой системе. Вторая больная 23-х лет. Картинка тоже, в общем-то, аналогичная. Мы получили повышенным только СТ-2, который, в принципе, уже превышал почти в два раза точку котов. Если говорить о больных с солидными опухолями, то здесь представлены две пациентки с раком молочной железы, у которой у одной было проведено 6 курсов монохимиотерапии. И мы также видим, что высокочувствительный тропонин и НТ-проби-НП молчат, но СТ-2 превышает референсные значения. И спустя два месяца, поскольку эти исследования проводились ретроспективно, заключение кардиолога. Кардиомиопатия на фоне химиотерапии, хронической сердечной недостаточной с сохранением функции выброса, 58% перикардит и так далее. И вторая больная, она более сложная. Если вы прочитаете диагноз, то это совершенно очевидно. В этом случае повышены НТ-проби-НП и СТ-2 вместе. И что же было на ЭКГ показано? Кальциноз, фиброз стенок и корни аорты. Фракция выброса достигала нижней границы нормы и диастолическая дисфункция левого желудочка. На данном слайде я вам просто хочу показать те больные, которые были подготовлены к хирургическому этапу лечения после проведения неодевантной химиолучевой терапии и те, которые не имели ее как таковой. Здесь мы видим, что высокочувствительные тропонины колеблятся, но не превышают референсных значений. Уровень НТ-проби-НП также укладывается в референсные значения. Исключение составляют лишь больные, которые имели в анамнезе сердечно-сосудистую патологию и вместе с этим получали химиолучевую терапию. Но если учесть, что клинические значимые значения НТ-проби-НП – это 400, то, естественно, мы можем здесь колебаться о итогах. Что же касается СТ2, то мы увидели, что даже у больных без наличия сердечно-сосудистой патологии значения СТ2 превышают точку котов. А у больных с сердечно-сосудистой патологией они в группе с химиолучевой терапией в неодевантном режиме тоже значительно выше и превышают точку котов. На этом слайде показано сравнительное соотношение каждой из групп относительно пациентов, которые не получали химиолучевую терапию. И мы также видим, что СТ2 в данной ситуации идет потихонечку в гору и превышает референсные значения. Таким образом, исследования концентрации СТ2 дают многообещающие результаты в выявлении субклинической кардиотоксичности во время лечения рака, имеют потенциал для выделения группы пациентов, которым грозит риск развития кардиотоксичности до начала терапии рака, как в самостоятельном режиме, так и в рамках мультипараметровой панели. Но что же делать все-таки дальше с этим метаболитом, который открывает такие потенции в оценке кардиотоксичности? СТ2, то есть вопросов достаточно много. СТ2 как терапевтическая мишень, использование СТ2 как терапевтического механизма, к какому тесту и каким лабораторным технологиям отдать предпочтение, с какой частотой и когда проводить исследование. И так далее. И на самом деле мы стоим уже на пороге протокольного исследования, основываясь на тех скромных результатах, которые я вам показала. Но должна сказать, что только вместе, объединяя наши усилия в кардио-онкологии с онкологическими пациентами, которые подвержены высокодозной химиотерапии, лучевой терапии, к сочетанию и так далее, и только проспективные многоцентровые в согласованном дизайне исследования нам помогут решить проблему и помогут выработать или найти такой биомаркер, который будет отвечать всем требованиям как в самостоятельном режиме, так и в мультипараметровой панели. Спасибо за внимание. А можно вопросы, комментарии, да? Да, конечно. Знаете, ну, может быть, с точки зрения того, что я смотрю, как онколог, у меня возникает масса вопросов, и, может быть, кардиологи как раз здесь больше с вами согласятся. Но первое, что с точки зрения комментарии я бы хотела сказать, что, конечно же, у вас были абсолютно разнородные группы больных, абсолютно различные режимы химиотерапии, которые имеют абсолютно разную потенциальную кардиотоксичность, поэтому как-то пытаться это сравнивать невозможно. Более того, у вас там есть группа большая, которой 100 человек, вы называете это колоректальный рак, но если речь идёт всё-таки о том, что вы применяли химиолучевую терапию, то, вероятнее всего, это рак прямой кишки. В основном, да. Потому что только при колоректальном раке лучевая терапия вряд ли могла бы назначаться. Но вот выслушав и посмотрев особенно последние ваши слайды, там, где вы проводите сравнение вашего потенциального, на ваш взгляд, хорошего маркёра с теми, которые уже себя зарекомендовали, и есть определённый диссонанс, у меня возникает вопрос, а не является ли, не будет ли являться изучение этого маркёра гипердиагностикой? Как вообще в принципе вы подтверждали факт развития кардиотоксичности, кардиотоксичности, кардиопатии. Если остальные традиционные маркёры молчали, вы назначали препараты, которые имеют не очень большое, что при химиолучевой терапии назначали. Вероятнее всего, это были второперимедины. Но имеется в виду схемы использованы. Не было оксалеплатин, тоже не совсем понятно. Длительность применения их в рамках химиолучевой предоперационной терапии небольшая, дозы небольшие. Поэтому говорить о потенциальной кардиотоксичности достаточно осторожно. Если вы говорите, например, о монотерапии доцитокселом, где там при эхокардиографии звучало наличие перикардита, это не является признаком кардиотоксичности. Для препаратов токсановой группы в принципе характерно на фоне лечения, развития и небольшие объёмы как перикардитов, так и плевритов. Это не связано с развитием такой патологии. Поэтому не будет ли здесь гипердиагностики? Вы знаете, вопрос, конечно, совершенно справедливый. И я ещё раз повторю, что я изначально сказала, что данные очень противоречивы. Но интерес к этому белку, он бесспорно существует. И, конечно, в поиске чего-то нового мы пошли по этому пути. Что касается тех традиционных тестов, которые используются на сегодняшний день и общепризнаны, на самом деле тоже вопросов больше, чем ответов. Потому что то, что касается высокочувствительных тропонинов, которым тоже отдаётся приоритет во многом. На сегодняшний день появилось столько инструментов, которые несут в себе уже разнородность получения результатов. То есть сравнивать их очень непросто. Почему я сегодня и завершила свой доклад тем, что для того, чтобы всё-таки найти тот маркёр, который нам поможет сегодня решать проблемы кардиотоксичности в онкологии, мы должны договориться, какой инструмент мы используем, на какой когорте больных, при каких схемах химиотерапии или химиолучевой терапии. И только после этого мы сможем сделать окончательный вывод. Спасибо большое. Вот у меня тоже есть вопрос, такой более практический, может быть. Вот скажите, пожалуйста, Марина Викторовна, Вы когда получали данные о повышении СТ2, влияло ли это как-нибудь на тактику ведения этих пациентов? Скажу честно, что нет. Это никак не влияло, потому что это была действительно поисковая работа. Более того, те результаты, которые представлены, они носили ретроспективный характер. Мы анализировали историю болезни. То есть это те данные, которые представлены в истории болезни. Поэтому, конечно же, сегодня я, пожалуй, и не буду даже отвечать на те вопросы, которые прозвучали сегодня в большей степени достоверности и доказательности, потому что работа носила поисковый характер. Но, тем не менее, ориентирует нас на то, что эту работу надо продолжать, но нужно создать протокол, который бы учел все недостатки и, наоборот, выпятил все преимущества данного теста. Спасибо, мы с вами согласны. Наверное, стоит запланировать проспективные исследования более однородных групп пациентов. Мы начали тоже небольшую работу такую. Я думаю, что будет результат. Тем более, что на самом деле уже клинические рекомендации в Америке вошел этот биомаркер. То есть на самом-то деле имеет значение его повышение. Просто нужно определить место его в данной области, в нашей определении кардиотоксичности. Я могу еще добавить, если позволите, что вот тот набор, который мы использовали, он пока только для экспериментальных исследований, но на самом деле он уже, так сказать, проходит определенные этапы его регистрации. И как только это будет завершено, я думаю, что тогда это можно будет делать более широко. Да, более широко.